Дневной разворот Дмитрий Александрович не смог непосредственно в прямой эфир подойти. Мы с ним записали программу ровно час назад. Еще раз с 12 выйдет эта запись. И мы говорили о благоустройстве Ленинского района нашего города. Итоги летней кампании. Совершенно верно. Первая тема у нас совсем другая. И мы ее посвящаем 5 сентября, так скажем. Да? 5 сентября день прощания. А, нет, там про 3 сентября речь шла. Тут Володя, ну хорошо. Да, подожди, давай издалека. Вот о чем сообщили СМИ еще до всех этих событий. На днях в Кирове откроются сразу три памятника. Имеется в виду памятник Александру Степановичу Грину, который установили 4 числа позавчера у гимназии Грина на физкультурников 15. Кроме того, открылась, торжественно открылась скульптура «Мать и дитя» у родильного домера номер 3 на территории Северной клинической больницы. Ранее эта скульптура располагалась в районе перекрестка Стального перилука улицы Маклина, в одном из дворок на улице Маклина. И еще одно открытие накануне 5 сентября, о котором сегодня мы и будем говорить. Это памятник Феликсу Дзержинскому во главе, во дворе, простите, городского клуба ветеранов по адресу Ленина 97. Я напомню, что в мае этого года стало известно о том, что в нашем городе появится этот памятник. 30 мая мы посвящали этой теме большой эфир, кстати, который вела ты вместе с Александром Рассохиным, нашим уже бывшим коллегой. Но он по-прежнему остается нашим коллегой, но уже трудится на другом фронте, в другом городе. И много тогда оценок, конечно, прозвучало. И мы сегодня, конечно же, хотим с вами тоже, наши слушатели, поговорить на эту тему. Как вы оцениваете, открытие памятника Дзержинскому 211-101, номер нашего телефона. Кроме того, у нас есть много заготовок и в записи, и в прямом эфире. По телефону с нами сегодня будут разговаривать наши спикеры. И помнишь ведь, да, практически все федеральные СМИ, и очень известные, и не очень известные, написали об этом, о том, что в нашем городе в сентябре откроется, ну, тогда писали, что в конце августа планируется, откроется памятник Дзержинскому. Надо сказать, что и вчера, и сегодня те же федеральные СМИ об этом тоже сообщили, что у нас открылся. И понятно, почему. И понятно, почему. Потому что отношение к советскому прошлому неоднозначное, а еще к тому же к таким трагическим страницам истории нашей страны. Ну, у нас сегодня следующая задача. Мы хотим выслушать мнения разных сторон, и тех, кто устанавливал этот памятник, и поддерживать сохранение памяти, в частности, о конкретном человеке, о Феликсе Дзержинском, и о тех, кто возражал против установки такого памятника. И мы дадим возможность вам, слушателям, высказать свои за и против, свою реакцию, прежде всего, на эту установку. И начнем мы все-таки с дня открытия, со вчерашнего дня. Мы хотим заслушать глав нашего региона. Это будет Игорь Васильев и Владимир Васильевич Быков. Мы сейчас прямо в прямом эфире запустим запись, которая была вчера произведена на открытии этого памятника. Вот что они говорят. Вчера мы открывали памятник нашему земляку Александру Грину, великому романтику. Сегодня открываем памятник Дзержинскому Феликсу Инпунтовичу. Жизнь и слава которого овеяна не меньшим, наверное, орелом романтики, орелом борьбы за государственную целостность, борьбы с преступностью, борьбы за нас с вами, за наши жизни. И появление таких памятников, безусловно, не может не радовать. Отдельные слова благодарности я хотел бы сказать руководителям предприятий этой Амутнинской металлургической воде, издательский дом Прикоснов. Огромное им спасибо за возможность открывать такие памятники, присутствовать на таких праздниках. И ветеранам отдельный низкий поклон. Спасибо вам большое. Исполняющий обязанности губернатора Кировской области Игорь Васильев только что прозвучал на вчерашнем открытии памятника Дзержинскому. То есть жизнь Дзержинского была овеяна романтикой, и, безусловно, не может не радовать. Открытие таких памятников сказал Игорь Васильев. Дальше послушаем. Подожди, наверное, уточнить нужно, почему здесь были упомянуты Амутнинский металлургический и Валерий Крепостнов. Валерий Крепостнов, издательский дом. Его имени, это, собственно, спонсор, как нам заявлялось. Амутнинский металлургический завод – это предприятие, на котором изготовили данный памятник. К которому оно еще было подрихтовано, подновлено в Подольске Московской области. Насколько я знаю, памятник этот, частично или полностью, он уже давно был готов. И его пришлось немножко отреставрировать. Ну да, мы попытались связаться с Валерием Крепостновым, чтобы он дал свой комментарий. Но вот, к сожалению, не смогли дождаться ответа. Но, тем не менее, у нас достаточно будет людей, которые расскажут об этом событии. И сейчас очередь Владимира Быкова, который также был на открытии. Вот что он говорит. Сегодняшнее событие говорит о том, что сегодняшнее поколение людей, которые делают историю, помнят свою историю, которая была раньше. И установка здесь памятника Феликсу Ивановичу Жиринскому, в доме, где он был, и в доме, где сегодня находится клуб ветеранов, это уважение к нашим ветеранам, уважение к их молодости. Потому что они защищали нашу родину именно в органах государственной власти, которые отвечали за безопасность страны. КГБ, потом другие структуры, на сегодня Федеральная служба безопасности. Традиции, они остались. Я еще раз хочу сказать спасибо нашим ветеранам за то, что они сделали, то, что мы сегодня живем. И, конечно, этот памятник украсит наш вот этот скромный дворик, где отдыхают ветераны, где они могут прийти и просто вспомнить свою молодость. Ну вот, что говорит Владимир Быков, председатель областного законодательного собрания Кировской области. Он обращается к ветеранам. Он говорит, что установка этого памятника, как мы поняли, это дань уважения их молодости, их работе, их профессии, их труду на благо Родины. Мы сейчас как раз будем связываться с ветеранами. в лице Виктора Колпакова, председателя Совета ветеранов ФСБ России по Кировской области, потому что именно они обратились с заявкой. Давно, они много лет уже назад вынашивали эту идею. Именно они эту идею, собственно говоря, впервые озвучили, его теперь реализовали. И именно на территории двора, который прилегает к дому, где находится клуб ветеранов, и установили этот памятник. Я вижу, что показывает... Почему именно в этом клубе ветеранов? Еще раз актуализирую. Действительно, Дзержинский работал в этом здании, которое сейчас обозначено адресом Ленина 97. Это было почти ровно 100 лет назад, в 1919 году. Работал он там, кстати, вместе с Иосифом Сталиным. А Дзержинский тогда возглавлял комиссию ЦРК РКПБ и Совета обороны большевиков. Приехал в ветку для того, чтобы проанализировать ситуацию с наступлением Колчака. Нелегкие времена были, смутные, тревожные очень. Я вижу, что нам показывает наш продюсер, что пока Виктор Колпаков, председатель Совета ветеранов ФСБ России по Кировской области трубку не берет, но надеюсь, что мы с ним все-таки сумеем связаться. А теперь мы, собственно говоря, выслушаем людей, которые... Они по-разному относятся абсолютно к установке этого памятника. В частности, сейчас у нас на связи на связи священник Александр Балыбердин. Отец Александр, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Вы в прямом эфире. Светлана Занько, Владимир Сметанин. Мы обсуждаем вчерашнее событие, открытие памятника Дзержинскому. И вот в предварительной беседе с вами мы так вот выяснили, выяснили, что вы больше свое личное отношение, да, выскажите к этому событию. Пожалуйста, отец Александр. Да, конечно, добрый день. Владимир и Светлана. Конечно, мы не можем пока вот священники говорить от лица епархии, потому что нам не дано такого благословения. И поэтому я могу говорить лишь от себя. Да, да. Конечно, каждый из нас имеет право иметь свои убеждения, в том числе и политические убеждения в истории нашего Отечества, выделять те или иные личности. И, на мой взгляд, когда мы касаемся вот таких личностей, как Феликса Римонновича Дзержински, нам надо быть очень осторожными, внимательными, потому что такие личности очень неоднозначны. Конечно, это крупная историческая фигура, крупная личность, человек, который находился на руководящих постах в истории нашей страны в очень сложный, переломный момент. И вообще, когда мы говорим о фигурах такого масштаба, то мы должны понимать, что человек, находящийся у власти, не может нравиться всем. Ему приходится принимать решение. Решение порой очень болезненное, решение трагическое, сказывающееся на судьбах не только сотен и тысяч, но даже миллионов людей. Поэтому, когда мы, повторяю, касаемся таких фигур, надо, на мой взгляд, прежде всего, быть очень осторожным и понимая, что такие фигуры не только объединяют людей, но и разъединяют людей. А если мы все-таки хотим быть едиными, нам надо стараться избегать, скажем так, таких фигур, которые вызывают разделение. И особенно, если мы принимаем решение увековечить память таких людей, то надо выбирать дни, которые бы нас снова не разъединяли, а объединяли. Напомним, что произойдет. Поэтому разделив это. А 5 сентября было подписано постановление о красном терроре. Напомним. Вот я именно об этом хотел бы и сказать. Понимаете, не судите, не судимы будете, нам сказано, в том числе и о Дзержинском. Но день для открытия памятника был выбран крайне неудачно. Потому что в России этот день отмечается как день памяти жертв красного террора. Одним из вдохновителей и организаторов которого был именно Селикс Эдмудович Дзержинский. Вот я открыл статью в Википедии «Красный террор» и читаю. Дзержинский инициатор и руководитель террора определял «Красный террор» как далее цитата его высказывания «Устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности». Конец цитаты. То есть его участие в «Красном терроре» общепризнанно. И фигура подобного подобная фигура никак не может людей объединять. Она может только разъединять людей. А мы помним, что такое... Когда памятник этому человеку открывается в День памяти жертв «Красного террора», то это опять же людей не объединяет. Это людей только разъединяет. И вот поэтому я, конечно, узнав о том, что именно вчера такой памятник был открыт, я, конечно, опечалился. Отец Александр, у вас есть личная история, связанная с «Красным террором»? Вы знаете, я думаю, что в семье каждого человека такая история есть. Просто одни из нас были по одну сторону далеко от нашей предки, а другие, так сказать, смотрели им лицом. И сегодня не надо, наверное, эти истории так активно обсуждать. У меня была такая история, она связана с моим прадедом, который именно в эти дни был арестован, брошен в подвал, в очка тюрьма находилась напротив его дома, там простудился, заболел и умер, оставив детишек на руках у своей супруги. Поэтому, конечно, эта личная история, она не позволяет мне относиться к этому периоду. не сейчас. Да-да-да, мы слушаем вас. Да-да-да, слушаем, да, отец Александр, в эфире. Поэтому, конечно, поскольку мне такая история известна, то я не могу относиться к этому человеку вот так равнодушно. Вы знаете, вообще, конечно, не надо кричать об этом на каждом углу, не надо использовать подобные события в политических целях, но где-то на уровне, на глубине нашей совести мы должны для себя все-таки определиться, в том, что те люди, которые нас разъединяют, не могут быть национальными героями. Отец Александр, ну так или иначе, памятник уже есть, он появился, и мы тоже, безусловно, не хотим раскола. В дальнейшем все-таки может этот памятник, на ваш взгляд, стать яблоком раздора, что ли, постоянным поводом для дискуссии у нас в городе, в обществе? Вы знаете, все зависит от нас. Поэтому я не думаю, что надо превращать его в такой памятник раздора, но есть люди, которым эти люди дороги. Пусть памятник Дзержинскому стоит во дворе кума ветеранов, и раз он дорог ветеранам, как напоминание об их молодости, об их активной трудовой деятельности, пусть он радует их. Я еще раз подчеркну, не надо было бы его открывать в такие дни. Понятно, спасибо большое. Вот о чем речь. Надо стремиться к объединению людей, а не к разъединению. Спасибо. Спасибо, отец Александр, священник Александр Балыбердин был с нами на связи. Сейчас несколько секунд перерыва и снова в студии. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы говорим об установке памятника Дзержинскому в Кирове в день открытия памятника, опочтили память одновременно жертв красного террора. Разные есть мнения и отношения. Мы хотим сегодня выслушать всех. Всех. И у нас сейчас на связи Виктор Колпаков, председатель Совета ветеранов управления ФСБ России по Кировской области. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Уделите нам, пожалуйста, минуту-две. И мы вас просим еще вкратце все-таки описать важность именно для вас, для ваших коллег по службе этого события установки памятника Дзержинскому. Мы имеем в виду ваше обоснование. Обоснование. Важность, конечно, для нас и наших коллег есть, но не только для нас. Почему вы считаете, что только для органов безопасности? В первую очередь. Потому что Фелик Дзержинский, он же у нас не только первый основатель и руководителя ЧК КНВФСБ на сегодняшний день, но в то же время он большой государственный политический деятель, строитель новой России, занимался хозяйственной деятельностью, поэтому он, мне кажется, не безразличен и очень интересен и для всех патриотических сил новой России и современной России. Поэтому это очень важный и актуальный момент с точки зрения того, к чему он стремился, что он хотел достичь своей работой, а это улучшение жизни людей, это светлое будущее для будущих поколений и так далее. Поэтому это очень важно. Напомните, сколько ветеранов ФСБ, КГБ и МВД добивались установки памятников в нашем городе, Дзержинскому? Ну, как сказать, добивались ли более активно? В идее это зародилось в конце 80-х годов, значит, когда ветеранская организация, наша ветеранская организация была организована в 1973 году, в декабре месяце. Вот, а в конце 80-х годов, значит, фронтовики и труженики тыла, которые составляли в тот период костяк, большинство, значит, ветеранской организации, вот они, так сказать, однозначно высказали мнение, что хотелось бы, чтобы памятник Дзержинскому был в Тире, потому что он с Вятским краем связан, так сказать, не только первой царской ссылкой, но и приездом в город Вятку в тот период в январе 1919 года, чтобы, значит, наступил переном в гражданской войне, и чтобы она была быстрее закончена, и чтобы мы начали строить новую жизнь. А потом в 90-е годы борьба мнений и так далее, в 90-е, 2000-е годы, они, конечно, отодвинули этот вопрос, но тем не менее, вот последние, особенно 5 лет, этот вопрос стал уже актуальным. К 135-летию Дзержинского этот вопрос стал уже более конкретным, а вот уже к 140-летию вчера мы этот вопрос решили. со всеми структурными, с правоохранительными органами, с ветеранскими организациями, со всеми периодовыми прогрессивно мыслящими нашими гражданами. Хорошо. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, почему была выбрана дата именно 5 сентября? Мы знаем, что в этот день как раз отмечают День памяти жертв красного террора, и есть люди в России, которые тоже считают себя патриотами, но у которых погибли родственники, и для них этот день траурный? Ни в коем случае нельзя никаких увязывать, так сказать, тут с какими-то датами, что-то в противовесе и так далее. Эта дата была выбрана, ну, в связи с тем, что у нас приближается 11 сентября, очень плотный график, никакой даже задней мысли в этом плане не было. 5 сентября была просто выбрана дата, с учетом того, что у нас эта неделя очень загруженная. 5-го мы открыли памятник, завтра 7-го мы едем в город Налинск, для того, чтобы почтить память Филинса Адмурдовича возложением цветов и проведением митинга у его бюста в Налинске, а 11 сентября уже выезд в Сенука и в Верхнекамский район для открытия музейного комплекса. Это абсолютно, так сказать, просто стечение, может быть, обстоятельств, я другим это назвать не могу. Считаете ли вы ошибочным все-таки выбор этой даты? Надо было как-то повнимательнее отнестись? Потому что, ну вот я еще раз говорю, есть люди, которые тоже считают себя патриотами России, тем не менее, для них это трагичная дата. Ну, естественно, что это очень трагичная дата. Мы абсолютно согласны, что гражданская война это страшное время, значит, когда отец на сына, значит, брат на отца и так далее. Но я, так сказать, далеко от мысли, что это было сделано как-то специально, то есть, такого даже не обсуждалось, такого быть не могло. Это просто, я не знаю, так сказать. С течением обстоятельств? Окончательное решение установка памятника именно в эту дату. Но, тем не менее, я думаю, что тут ничего такого зазорного нет. Виктор Николаевич, да, мы поняли, что сейчас пройдет ряд мероприятий, одно за другим. И мы рассказывали здесь об открытии музея в селе Кай. А скажите, пожалуйста, какие планы у вашей организации, да, у Совета ветеранов и ФСБ в дальнейшем, как вы будете дальше чтить память Феликса Идмундовича какие-то на следующий год может быть планируется мероприятие? Что непосредственно будет происходить с этим памятником? Да. Да, естественно, конечно, будут встречи, значит, ветеранов и фронтовиков, пока они у нас еще есть, значит, и детей и так далее, линейки, особенно к памятным датам, ну, это дни рождения, к датам пребывания и нравственная работа. Министерство образования вас поддерживает в этом? Ну, почему нет? У нас нет такой информации, что они нас не поддерживают. Ну, то есть, все равно же вы, если вы работаете со школами, то это должно быть в согласии Министерства образования, то есть, они поддерживают, правильно? В каждом, конечно, в каждом конкретном случае мы будем согласовывать эти вопросы. В общем, вот, вчера, например, была Дора Николаевна, которая, значит, давным-давно еще была организатором в 30-й школе, значит, дружина имени Дзержинского. Она вчера пришла и просто проследилась, ветеран, труда Великой Теси войны, что это дело сделано. То есть, она педагог, и она говорит, что я среди педагогического сообщества, так сказать, знаю, что очень многим поддерживают то, что мы должны воспитывать достойных патриотов в нашей стране. А где 30-я школа находится? 30-я школа. В Кирове. А скажите, пожалуйста, последний вопрос, Виктор Николаевич. И у меня еще небольшой. А, ну и Володя, да. Когда вы будете рассказывать детям о деятельности Феликса Идмоновича Дзержинского, будете ли вы рассказывать и о негативных последствиях красного террора? Ну, естественно. Почему? Потому что это, вообще, так сказать, очень больная тема. Ведь вы не забывайте, что красный террор, он ведь не только, значит, коснулся вот именно как красный террор, это же было ответом на белый террор. То есть вы задумайтесь ждать 5 сентября 18-го года, а грозная, то есть революция срежилась в октябре, в ноябре, так сказать, 17-го года. Это была чисто ответная мера, потому что белогвардейцы, помещики, капиталисты, которые не захотели, значит, отдавать свои, значит, привилегии и так далее, свое богатство народу, они же бешено сопротивлялись, они же не хотели, они установили белый террор, а уже потом это была как ответная мера на красный террор. Поэтому все время почему-то забывают, что сначала белый террор, а потом красный террор. И каждая революция есть тогда, чего любо строить, если она умеет защищаться, здесь защищаться, коренное слово, она защищалась, она строила прекрасное будущее для своего человеческого, для народа и так далее, страны. И поэтому нельзя говорить, что это красный террор. Это сначала был белый террор. Да, Виктор Николаевич, а как вы думаете, имеют ли право наследники белогвардейцев, например, установить памятник своему герою? Колчаку. Колчаку. Как вы думаете? Алло, Виктор Николаевич. Ну, я думаю, что... Вот памятник Колчаку, если появится. Как вы... Такой плюрализм. Такой плюрализм, так сказать, демократическое общество. Поэтому, наверное, каждая группа людей имеет право в рамках закона и так далее эти вопросы решать. Вот если памятник Колчаку появится, вы будете как-то по этому поводу возмущаться, например? Я, по своей стороне, не думаю. Он, наверное, тоже был патриот России, но он только защищал помещичьи, значит, сословия капиталистов и так далее, которые эксплуатировали народ. Наверное, так. Я являюсь сыном фронтовика и труженицы тыла. У меня, значит, добывал языков за линии фронта, был весь израненный. Он воевал за наше светлое будущее. Сейчас его давно нет. Поэтому, конечно, она такая, какая есть. Ну, Виктор Николаевич, в общем-то, ответил уже на мой вопрос. Я правильно понял, да, что вы, Виктор Николаевич, ваши коллеги воспринимаете этот памятник как важный элемент патриотического воспитания подрастающего поколения, так? Совершенно верно. Но принуждать... Человек бескорыстный, не имея, не имея ничего, кроме шинели, походной кровати, так сказать, боролся за то, чтобы люди жили лучше и так далее. Я только так. Но принуждать детишек не будете. Так все строим, идем к памятнику. Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, нет. Зачем принуждать? Никаких принуждений. Хорошо, спасибо. Это перенаправленная воспитательная, разъяснительная работа. В чьей стороны жизни должны быть отражены. Виктор Николаевич, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Мы понимаем, что график у вас напряжен. В эти дни Виктор Колпаков, представитель Совета ветеранов УФО СБ России по Кировской области. Реклама небольшая. Или, может, кстати, зададим вопрос слушателям уже вот сейчас, исходя из нашей беседы с Виктором Николаевичем. Родителям зададим вопрос. Хотите ли вы, чтобы вашим детям больше внимания уделялось, больше информации о Дзержинском преподносилось в рамках встречи, линейки, патриотические уроки, именно походов к этому памятнику. Вы согласны с этим? Вы согласны с этим? После перерыва. В Кирове установили памятник Дзержинскому. Произошло это 5 сентября 2017 года. И это именно тот день, когда было подписано постановление о красном терроре в результате вот этого мероприятия под названием «Красный террор». Еще одна точка зрения сейчас прозвучит на нашем эфире. Она прозвучит, я не договорила просто, что в результате действий в рамках красного террора было, в общем, расстреляно огромное количество людей по, как выражался Феликс Эдмондович, по классовому признаку. А классы эти были дворяне, помещики, офицеры, священники, кулаки, казаки, ученые, промышленники и тому подобное. Спасибо, что напомнили. Сейчас обозначить свою позицию по данному вопросу Мансур Магдеев, представитель Ливиатской общественной организации жертв незаконных политических репрессий. Мансур Хасанович, добрый день. Алло. Добрый день. Вы в прямом эфире, у нас очень немного времени, поэтому 2-3 минуты обозначите свою позицию по данному событию. Я бы сказал про всех репрессированных в Кировской области, что они глубоко возмущены действиями властей по установке памятника Жижинскому во дворе клуба ветеранов в Кирове. И это действие у нас отражено в 31 номере газеты нашей памяти о ГУЛАГе на Вятке. В статье открытое письмо Путину Матевенко Володину. Именно об постыдных действиях депутатов городской думы по этому вопросу. Которые 31 мая этого года приняли решение единогласно, а нет, простите, не единогласно. Нет, 23 там было видимо за и трое воздержалось. Вы дальше что-то намерены предпринимать либо вы какую-то душевную моральную обиду затаите на все эти вещи и все? Будете очень переживать внутренне? Мы все рассматриваем, все репрессированные это действие мы рассматриваем как плевок в память миллионов репрессированных. И этим решением город Киров из города трудовой славы считаем превратился в город прославления бандитов. Даже так? Да, и только так. По-другому быть не может. Мансур Хасанович, вы, наверное, помните и можете какие-то привести нам факты и цифры. Какое количество репрессированных было в Кировской области в регионе расстреляно? содержалось? По данным это было репрессировано примерно 30 тысяч жителей Кировской области. Из них было расстреляно в период большого террора 1936 человек. Вообще огромное количество уничтоженных в стране. и поэтому я просто я не знаю как можно еще оценить именно только плевком в память этих миллионов убитых. Ведь только вот эта гражданская война, которую развязал Ленин, значит она унесла 13 миллионов людей. Это в 10 раз больше, чем было погибло во время первой Великой Отечественной войны. Там были наши данные такие 1,3 миллиона. Я уже не говорю о Голодоморе 1932 год, который унес примерно 10 миллионов человек, который создал Сталин, конкретно он создал этот Голодомор. Потому что Запад вообще старался помочь, а он заявлял, что никакого голода у нас нет. Мансур Хасанович, извините, мы сейчас не будем углубляться в эти вещи. Я хочу, чтобы вы ответили на один вопрос сейчас. Виктор Николаевич Колпаков, председатель Совета ветеранов ФСБ России по Кировской области, собственно говоря, того самого Совета, который инициировал установку памятника, сказал, что будут проводиться интенсивно мероприятия по патриотическому просвещению молодежи. В частности, будут проводиться уроки патриотизма линейки у памятника Дзержинскому. То есть речь идет о детях, о учениках. На это вы как отреагируете? Я вообще удивлен вот этими действиями этого председателя ветеранов. Я считаю это вообще действия вообще постыдные действия. И никакого не может быть тут вообще патриотизма. И сами тут же в ответ. Если, собственно говоря, последователи Феликса Едмундовича, его сторонники, почитатели пойдут в класс наших школ, вы-то что будете делать? А мы так же пойдем. С обратной позицией? Именно раскрывать правду, которую всегда замалчивали у нас в стороне. А правда такая, что ее просто даже вспоминать страшно. Страшно. Спасибо большое за комментарий. Мансур Магдеев, председатель Вятской общественной организации жертв незаконных политических репрессий. Хоть остается немножко времени до конца первой части разворота, я все-таки хочу напомнить, у нас опрос есть, давай пару слов, мы актуализировали вопрос, который был у нас 30 мая, как раз таки этого года, когда мы еще говорили за три месяца до открытия памятника об этом событии, полторы сотни человек проголосовали на нашей странице ВКонтакте, большинство из них, 54 процента, не поддерживают появление памятника Дзержинскому в нашем городе. Большинство нас проголосовавших на сайте хакерова.руль не поддерживают или им все равно, что касается установки памятника, 47 процентов поддерживают установку памятника Феликсу Дзержинского в Кирове. То есть лидируют за вариант ответа? Нет. Не поддерживают или все равно? А, не поддерживают или все равно. Да, мы сейчас хотим связаться с отцом Андреем Лебедевым, руководителем миссионерского отдела Вятской епархии. Он есть уже у нас по телефону. Отец Андрей, добрый день. Добрый день. Правильно ли мы понимаем, что мы можем сейчас от вас услышать позицию Вятской епархии по поводу установки памятника Дзержинскому? Либо ваша личная оценка? Я думаю, что это личное мнение, потому что позицию епархии можно выразить только Владыка либо каким-то особым заявлением. Хорошо, отец Андрей, буквально полторы минуты. Ну, в целом, позиция такая, что, конечно, как известно, Владыку тоже приглашали на мероприятие, но он не счет возможным участвовать в этом мероприятии по моей информации. И членослужители Баховенской епархии, люди, которые близки к этой теме, они, конечно, не поддерживают установку памятника. И считаю, что она противоречит словам Путина, которые он сказал в этом году на открытии храма, о том, что нам нужно объединять фигуры, которые объединяют, не замалчивая все, что будет на этой стены, но искать то, что нас может ввести. Что-то со связью. Попытайтесь переместиться. Отец Андрей. Алло. Алло. Вы слышите нас? Вы нас слышите? Алло. Да, говорите. Да, пожалуйста, продолжайте. На словах Путина мы остановились. Да, что он сказал, что можно объединять общественности, которые объединяют личности, которые могли бы нас развести. И очень странно, что мы упираемся в имя, в истории страны, когда нас органы власти охраняли только на нем, так как мы знаем, что собственно ФСБ основал только госбезопасность общества. То есть действительно был только одной из вех в истории, которая у нас была не самой лучшей. Например, сами же, так сказал предыдущий оратор, что сами студенты очень многие действуют. со связью. Я прошу прощения, отец Андрей, мы очень плохо вас слышим. И у нас времени, к сожалению, не хватит, чтобы вас снова набрать. Мы услышали самое важное, что руководитель Вятской епархии отказался присутствовать на открытии памятника. И надо напомнить, что по официальным данным с сентября по декабрь 1918 года, как раз в то время, когда было объявлено, уже официально подписано документ о красном терроре, репрессиям подверглись несколько десятков клириков, эмирян в Кировской области, в Вятском крае, да, тогда, из которых 24 человека расстреляли. На территории Кировской области есть место массового захоронения жертв красного террора. Оно находится в урочище Красный Яр в Котельническом районе. В 2018-2019 годах ВЧК производило там расстрелы, приговоренных к казни, которых привозили на пароходе. Напомню слова наших глав. Безусловно, не может не радовать открытие такого памятника в нашем городе. Это было в самом начале. Мы слушали господина Васильева и господина Быкова. Александра Грина. Да, и он был очень романтичный, Филипс Эмудыч. Очень, очень романтичный. Ну, что касается... Слушай, ну, не хотелось бы эскалации дальнейшей все-таки настроения по этому поводу. Вот именно. Поэтому меня лично, Володя, очень настораживает активная позиция сторонников. С одной стороны, я, например, поддерживаю Виктора Колпакова. Им важна память собственных молодых лет. И я здесь Быкова поддерживаю их работы. Но я бы здесь все-таки, особенно Министерство образования, посыл такой отправила. Подожди, мы все-таки до конца не знаем, как он будет использоваться. История с тем, что будут проводиться линейки и уроки, посвященные Филипсу Эмудовичу Держинскому в школе, это очень опасная история с той точки зрения, что это опасная грань. Сами признают участники этого процесса. Потому что это абсолютно неоднозначная фигура, абсолютно неоднозначная оценка истории. И вот тут уж, товарищи, если вы идете в школы, в пятые, в шестые классы, и вам придется рассказывать и то, и другое, как вы будете это делать? А сейчас какой класс школы? История начинается с пятого класса. История начинается с пятого класса. Уж я не знаю, с какого класса пойдут, но кадетских классов, о которых упоминал Виктор Николаевич Клопаков, в Кировской области становится все больше и больше. И в этом году, да, снова в полной имя. Я думаю, что мы зададим вопрос Министерству образования, безусловно, в отношении такой инициативы, но уже не в этом эфире. Напоминаем, что второй час дневного разворота у нас будет выходить в записи. Гость нашей студии Сергей Торхов, начальник североуправления по Ленинскому району. На этом мы завершаем сегодняшнюю беседу с нами, с нами, со своими, наши слушатели. Хотя не удалось побеседовать с нашими спикерами. Второй час через 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok